Друзья, всем привет! С вами Encrypted и в эфире наш традиционный уже 123 дайджест крипто новостей из которого вы узнаете, как не нужно хранить ситфразу и сколько нужно денег, чтобы выйти под залог, если вы кудрявый. Поехали! Начнем мы с футбольных новостей. Вернее, околофутбольных, потому что фан-токен Аргентины обвалился сразу же после победы Аргентины в финале Чемпионата Мира по футболу. Аргентина стала чемпионом мира после победы над Францией в финале Чемпионата Мира в Катаре. Между тем, фан-токен сборной Аргентины отреагировал падением цены на 51% за сутки. Видимо, основными холдерами токена были французы. Если вы не знаете, в какой скам занести, то не проблема. Ежедневно создается 350 скам-токенов по информации Solidus Labs. Аналитики Solidus Labs представили годовой отчет, согласно которому в период с 1 января по 1 декабря этого года создано было около 117 629 скам-токенов. Показатель оказался на 41% выше, чем в прошлом году. Наибольшее количество скам-токенов находится в BNB Chain. Примечательно, что 12% всех монет в этой сети аналитики посчитали мошенническими. А Илон Маск покинет пост SEO Twitter. По крайней мере, хочет это сделать. Илон Маск запустил на своей странице опрос, должен ли он уйти с поста главы Twitter, добавив, что будет соблюдать результаты опроса. 57,5% участников опроса из 17,5 миллионов проголосовали «Да», после чего Маск написал. «Как говорится, бойтесь своих желаний, а то они могут сбыться». Затем он написал, что покинет пост, если найдет достаточно глупого преемника. «Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу. После этого я буду просто руководить командами программного обеспечения и серверов», — написал Маск. Такая подводочка не смутила Эдварда Сноудена, и он написал, что готов возглавить Twitter. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден отреагировал на сообщения о поиске нового гендиректора Twitter. Сноуден предложил свою гандидатуру на эту должность, но с условием получать зарплату в биткоинах. Мне кажется, он не в тех условиях, чтобы требовать вообще какую-то зарплату. Рубрика «Охуительные истории». Американские копы спалили сид-фразу чувака при обыске. В сети появился курьезный ролик о том, как двое полисменов из Невады обыскивают авто и находят бумагу с загадочным набором слов. Судя по всему, задержанный записал свою сид-фразу на листочке бумаги, которая попала на нательную камеру полицейского. Ролик о том, как не нужно хранить такую информацию, ретвитнул даже Джан Пэн Джао. Он напомнил о рисках самостоятельного хранения крипты. Что в переводе на Сизишный «Хранить деньги на Бинансе». А вот глава Центробанка Индии считает, что криптовалюты могут вызвать следующий финансовый кризис. Шактикан Тадас, глава Резервного банка Индии, сказал, что если криптовалюты будут регулироваться, то это повлечет следующий финансовый кризис. Он объяснил это тем, что те криптовалюты, которые не выпускаются банком или правительством, ничем не подкреплены, являются лишь инструментом для спекуляций. Частные криптовалюты не имеют никакой ценности и несут риски для финансовой стабильности. «У меня нет ни одного твердого аргумента о том, какому общественному благу они служат», заявил Шактикан Тадас. Ладно, не буду шутить по поводу имени, тупорыл его, блядь. SEO Waves попросил Цексы приостановить фьючерсы на свой токен. Основатель платформы Waves Александр Иванов обратился к Цекс с просьбой отключить торговлю фьючерсами на нативный токен проекта. По мнению SEO-фирмы, это только способствует распространению фуд и пагубно влияет на курс актива. По обращению он отметил такие площадки, как Binance, KuCoin, Kraken, Hobby и Bybit. Чем, скорее всего, вызвал новую волну шартов. Paxful, видимо, посмотрели интервью с Александром Момотом, который сказал, что эфир это скам, и делиснули эфир со своей платформы. Основатель и SEO-платформы Paxful объявил о том, что наконец-то с платформы полностью исчез эфир. Прибыль это, конечно, хорошо, но честность превыше всего. Теперь 11,5 миллионов пользователей чувствуют себя безопаснее, прокомментировал он. Основная причина отказа Paxful от эфира – переход блокчейна с доказательством работы Proof-of-Work на доказательство доли Proof-of-Stake. По мнению Юсефа, концепция Proof-of-Work – это неотделимая часть честных денег. А после перехода на Proof-of-Stake, по его словам, эфир превратился в цифровое подобие фиата. Юсеф утверждает, что блокчейн находится под контролем небольшой группы людей, и пользователям вскоре потребуется ее разрешение даже на простейшие транзакции. Отвечая на вопросы комьюнити, CEO Paxful отметил, что площадка будет по-прежнему торговать USDT и USDC, но сам Юсеф от этого не в восторге. Видимо, прибыль – это все еще лучше, чем честность. История с FTX набирает обороты и переезжает с богам и всяких отдаленных мест уже в Штаты. Бывшие руководители FTX и Alameda признали свою вину. Экс-руководители FTX и Alameda Research согласились с федеральным обвинением в мошенничестве. Кэролайн Эллисон признала себя виновной по семи пунктам обвинения, а Гэри Ван согласился с четырьмя пунктами. Максимальное наказание для них может составить 110 и 50 лет лишения свободы соответственно. Оба бывших руководителя также согласились сотрудничать с Миньюстом в деле против Сэма Бентона Фрида. Сам Фрид сейчас находится под стражей в ФБР. Скорее всего, начинается история, кто быстрее и лучше расскажет свою историю. А Сэм тем временем подписал документы об экстрадиции. Видимо, не очень ему нравится в богамской тюрьме. Экс-глава рухнувшей биржи FTX подписал документы об экстрадиции в США. Об этом изданию Reuters сообщил комиссар исправительных учреждений Багамских островов Дуан Клир. В среду утром Сэм представит перед богамским судом и в тот же день вылетит в США на федеральном самолете. Журналисты пишут, что команда юристов Бентона Фрида ведет переговоры с прокуратурой США о его освобождении под залог после экстрадиции. И залог ему назначили в 250 миллионов, мать его, долларов. Федеральный судья Нью-Йорка Гэбриэль Горенштейн дал разрешение на выпуск под залог в размере 250 миллионов бывшего SEO, обанкротившейся биржей FTX. Сэм будет отпущен под опеку его родителей. Тут только один вопрос. Откуда у него, б***ь, 250 миллионов? Сука. Как говорится, горит хата, горит сарай. Сэг продолжают наступление на FTX и вот они признали FTX ценной бумагой. Комиссия по ценным бумагам и биржам США определила токен FTX как ценную бумагу. Это указано в жалобе, которую регулятор направил против Кэролайн Эллисон из Алмеда и Гэри Ванга из FTX. Если спрос на торговлю на бирже FTX растет, то может увеличиваться и спрос на токен FTT. Любой рост курса FTT принесет прибыль владельцам таких токенов. Также это прибыль прямо пропорционально количеству токенов, которым владеет инвестор, прокомментировал регулятор. Сэг добавили, что членам команды FTX выделили большое количество биржевых токенов. Это их побуждало активнее привлекать большое число пользователей на криптобиржу. Тут, наверное, нервно покурил один СИЗ. Кстати, FTX купили блокфолио как раз за токен FTT. В 2020 году криптовалютная биржа FTX провела сделку по покупке контрольного пакета акций платформ Blackfolio. Как оказалось, 94% от общей суммы средств в 84 миллиона было выплачено в нативном токене биржи FTT. Напомним, в результате сделки биржа получила долю в 52% акций Blackfolio. Также FTX попросил суд оставить акции Robinhood замороженными. FTX Trading Ltd обратились в суд по делам о банкротстве с просьбой оставить акции Robinhood на сумму 450 миллионов долларов замороженными. Они мотивируют это тем, что за право собственности на активы сейчас борются три стороны. Юристы FTX заявили, что около 56 миллионов акций Robinhood принадлежит Emergent Fidelity Technologies Ltd, холдинговой компании Сэма Бэнкмана Фрида. А еще выяснилось, что Alameda Research вложили 400 миллионов долларов в фонд Modulo Capital. По данным издания Coindesk, одна из крупнейших инвестиций Alameda Research в размере 400 миллионов долларов была сделана в хедж-фонд Modulo Capital. Стар квартиры организации находятся на Багамах, в том же самом пентхаусе, где жил весь топ-менеджмент FTX и Alameda Research. Совпадение? Не думаю! Ну Сэм, которого взяли за жопу, походу просто пацан по сравнению с Доквоном, который в Сербии обналичил 10 биткоин. Согласно заявлению Digital Asset, Доквон обналичил 9,64 биткоина, а это около 162 тысяч долларов, со счета Luna Foundation Guard в Сербии. По данным издания, биткоины были выведены 8 ноября со счета Luna Foundation Guard на кошелек Binance. Binance US все-таки выкупит активы, обанкротившиеся в Voyager за 1 миллиард долларов. Американское подразделение Binance US предложило самую высокую ставку на покупку активов обанкротившегося кредитора Voyager. Voyager Digital будет добиваться одобрения суда по делам о банкротстве для заключения сделки между компаниями на слушании 5 января 2023 года. Портфель активов был оценен чуть больше, чем 1 миллиард долларов. Тут все еще вопрос, который мы задавали в одном из прошлых дайджестов. Хуя. SEC раскритиковали Proof of Reserve криптовалютных бирж. Комиссия по ценным бумагам и биржам призвала инвесторов тщательно проверять результаты аудита резервов криптовалютных бирж. Регулятор считает, что это только красивая картинка, которая не имеет ничего общего с реальным финансовым положением компании. Тут еще одну сигаретку нервно закурил один Джан Панчжао. Чтобы немножко прикрыть джопу, видимо, Binance присоединились к исполнительному комитету лоббистской группы США. Криптовалютная биржа Binance стала членом Chamber of Digital Commerce, исполнительного комитета американской лоббистской группы. В рамках этого стороны будут работать над созданием нормативно-правовой базы для криптовалют и продвижения блокчейна. Как компании, находящиеся в центре отрасли с быстрым ростом и сложной нормативно-правовой средой, для Binance крайне важно работать рука об руку с политиками, регулирующими органами и отраслевыми группами, таким как Палата. Эта работа имеет основополагающее значение для нашей миссии по содействию устойчивому развитию разумных правил для криптовалюты и блокчейна, что в конечном итоге обеспечивает защиту пользователей, заявила вице-президент Binance по связям с общественностью Джоан Куба. Брат Бориса Дженсенюка прекратил сотрудничество с Binance. Лорд Джозеф Джонсон, брат Бориса Джонсона, покинул должность в консультативном совете Bitfinity, одной из дочерних компаний Binance. Эта организация ставит перед собой цель лоббировать открытие местного подразделения Binance UK. «Я покинул консультативный совет и не играю никакой роли ни в нем, ни в какой-либо связанной с ним организации», заявил он. OpenSea забанили кубинских художников и клиентов. Неожиданно. NFT Marketplace OpenSea удалил аккаунты кубинских диджитал-художников и коллекционеров в рамках закона об американских санкциях. «Мы соблюдаем закон о санкциях США. Наши условия запрещают обслуживание лиц, находящихся под действием этих законов, а также тех, кто проживает в юрисдикциях, на которые распространяются санкции», пояснила в комментариях компания. «Бинанс» после скандала в Украине, когда украинские компании начали бойкотировать «Бинанс», делители токен BNB с бирж, в частности Ybit, решили, что они будут теперь сотрудничать с правительством Казахстана. И вот следующая новость о том, что «Бинанс» будет обучать студентов в вузах Казахстана. «Бинанс» и исследовательская лаборатория Blockchain Center запускают в Казахстане масштабный образовательный проект, который предназначен для вузов страны и предполагает полноценную академическую программу. Казахстан станет первой страной в мире, где дают классическое высшее образование в области блокчейна. В данном проекте будут участвовать 22 местных вуза. До конца 26-го года по программе обучатся более 40 тысяч специалистов. Они освоят профессии в области блокчейна и комплайнса. Первые выпускники появятся уже в 2024 году. Ну или не появятся. Напомню, что конфликт с «Бинансом» начался после того, как украинские компании начали говорить о том, что «Бинанс» поддерживает Россию и Иран тем, что не закрывает аккаунты, не закрывает пары с фиатными валютами этих стран и так далее. И в итоге Минцифры приостановило сотрудничество с «Бинансом». А в Украине, кстати, тоже действует программа, вернее, вот она сейчас будет стартовать на базе Киева-Могилянской Академии. Там Вайтбит будет тоже организовывать специальные курсы по блокчейну. Поэтому, если вы живете в Киеве и хотите учиться блокчейну, то welcome в Могилян. Опять новости одной строкой, которые нахуй. Нигерия планирует легализовать криптовалюты. Хуй им остается. Бразилия приняла закон о криптоуслугах. И что это значит? Ни хуй я там, непонятно. Платежная компания Visa изучает варианты, позволяющие совершать автоматические регулярные платежи без ручной подписи транзакций через Layer 2 блокчейн StarkNet. Наша цель Visa помочь создать лучший пользовательский интерфейс. Для этого мы будем использовать как существующие, так и новые способы оплаты. И считаем, что программируемые деньги и программируемые платежи дают захватывающие возможности. Прокомментировали в компании. Возможно, это потому, что расчеты в стейблкоинах в 2023 году могут превысить платежи Visa. Принятие стейблкоинов в 2022 году резко выросло, свидетельствуют данные CoinMatrix. В 2021 году общий объем операций в стейблкоинах составлял чуть больше 6 триллионов долларов. В 2022 году расчеты в этих активах могут достичь 9 триллионов. СОГенеральный директор Бревен Ховард Диджитал Питер Джонсон сравнил операции в стейблкоинах с платежами по ведущим кредитным картам. Текущая скорость эксплуатации, ранрейт приближается к 9 триллионам долларов в год. Это значительно больше, чем у MasterCard 2,2 триллиона, Амикс 1 триллион и Discover 200 миллиардов. В 2023 году объемы стейблкоинов превзойдут крупнейшую платежную сеть Visa, которую обрабатывают около 12 триллионов долларов в год, пояснил он. На Uniswap теперь можно купить крипту с карты. Uniswap запартнерился с MoonPay. Uniswap сообщил о сотрудничестве с платежным криптопроектом MoonPay для того, чтобы клиенты могли покупать криптовалюту с помощью дебетовых или кредитных карт и банковских переводов. В настоящее время функция доступна только для большей части Бразилии, США, Великобритании и для всех стран СЕПА. На момент запуска платформа будет поддерживать DAI, ETH, MATIC, USDC, USDT, вратнутый BITCOIN и вратнутый ETH. Polygon выпустили второй тест-нет ZKIVM. Polygon объявили о запуске второй тестовой сети ZKIVM для тестирования нового решения. Рекурсии с последующей пакетной агрегацией. Хуй знает, что это такое. Компании утверждают, что это нововведение в теории способно обеспечить экспоненциальный рост масштабируемости эфира. Кстати, у нас есть видео, что такое полигон в рубрике «Просто крипта». Если вы не понимаете, что это такое и как это работает, welcome по ссылке в описании. Refinance запустили версию 2 своей платформы. Децентрализованная биржа Refinance сообщила о релизе версии 2, в рамках которой на платформе появится концентрированная ликвидность. Благодаря этому поставщики ликвидности теперь могут выбирать диапазон, в котором будут использовать их средства для увеличения своего дохода. Кроме этого, проект запустил небольшой конкурс для участия, в котором необходимо добавить ликвидность в любой пул версии 2. Активность продлится до 24 декабря, а значит вы ни хуя не успели, если не читали наш Telegram. Кстати, подпишитесь на Telegram, включите уведомления и добавьте его в закреп. Ну и раз уж мы заговорили про подписки, подпишись на YouTube, поставь колокольчик, включив в настройках уведомления со звуком, чтобы не пропускать новых видео. Еще одна активность, которую вы пока не пропали, это турнир по фьючерсной торговле эфиром на Whitebit. Криптобиржа Whitebit запускает второй по счету турнир по фьючерсной торговле. На этот раз участники испытают свои силы на фьючерсах эфира. Призовой пул составит 50 тысяч долларов, а активность продлится с 12.00.17 декабря до 12.00.27 декабря. Время по UTC. За первое место 10 тысяч долларов, за второе 5 тысяч долларов, за третье 3.500 долларов, места с 4 по 9 2.500 и с 10 по 20 полторы тысячи долларов. Ну а если у вас еще нет аккаунта на Whitebit, то вы, ладно, шучу, можете зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке, которая будет в описании под видео. А еще Whitebit заключили партнерство с Viber. Rakuten Viber в партнерстве с украинской криптовалютной биржей Whitebit привлекли поклонников футбола со всего мира к участию в футбольном турнире. Viber является официальным спонсором глобального чат-бота Viber Football World Whitebit Fan Challenge, связанного с официальным каналом Goal. Он стал поставщиком всех новостей о главном футбольном событии. Видимо, это партнерство приехало паровозиком с партнерством с Барселоной, потому что Rakuten является спонсором Барселоны также. Так, что там у инкриптов? Во-первых, у нас сейчас идет регистрация на новую битву портфелей в партнерстве с Symbiosis. Если вы еще не приняли участие, обязательно примите участие, потому что, во-первых, у нас очень много обновлений будет в новом году. И те, кто принимал активное участие в разных битвах, возможно, будут как-то примированы. Но это не точно. Я просто вам говорю, что принимайте участие во всех битвах инкриптов. Итак, новая битва Symbiosis. Битва уже стартовала, вернее, регистрация на битву стартовала. Призовой пул на этот раз составляет 2000 долларов. У нас есть обзор, что такое Symbiosis, плюс у нас был недавно стрим Symbiosis. Плюс мы снова не обделим вниманием ваши упоминания в TikTok и Instagram, за которые тоже можно получить призы. Регистрация идет и будет идти до 26 декабря в 6 вечера по Киеву. Очень советую вам принять участие в этой битве. Также очень советую вам подписаться на email-рассылку от Encrypted, потому что в новом году будет много интересных штук, связанных с рассылкой. Там вы будете получать уникальный, а иногда и вообще закрытый контент, либо получать контент раньше остальных, те же видосы, криптодайджесты, приглашения на мероприятия Encrypted, которые будут проходить в новом году. Там же вы будете узнавать о новых баттлах раньше всех, будут бонусы, розыгрыши и так далее. В общем, классная штука. Очень советую подписаться, причем отписаться от других email-рассылок, которые вот я реально раз в месяц чищу свою почту от того, где я когда-то оставил мыло и там приходит мне куча всякого спама. Как только вы это все почистите, вы начнете кайфовать от того, насколько крутой контент вам приходит в email. Потому что ребята реально стараются, собирают эти email, выбирают там самые важные новости, а там в новом году будут в рассылках много чего интересного, уникального, закрытого, так что подписывайтесь обязательно. Ссылки будут в описании под видео. Так, что у нас еще выходило? Экономический календарь, тренды 23-го года для криптоиндустрии от H16Z, видео вышло, отчет Reuters о том, что бухгалтерия Binance это черный ящик. Также вышел Hacking Room Tour с Димой Будориным, который мы снимали еще в Лиссабоне, обзор Arbitrum и много чего еще. Как видите, мы обещали немножко увеличить количество контента на YouTube, мы это сделали благодаря тому, что мы можем. В общем, рад был всех видеть, надеюсь вы смотрите это видео с подпиской, если нет, давайте исправлять, обязательно подписывайтесь на YouTube, чтобы в новом году у нас был миллион подписчиков. Если у нас будет миллион, то будет и у вас миллион, когда-нибудь. Но это не точно. Крипта такая штука, знаете, она тут, ничего точного нет. В общем, приходите еще, буду рад всех видеть. С вами был Encrypted, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok